В данном видео я расскажу вам о Шреке в частности и про угров в целом, показанных в мультфильмах о Шреке. Вы узнаете про их способности, физиологию, характер, воспитание детей, версию из фольклора и многое другое. Не забывайте ставить свои капитанские лайки, если хотите, чтобы я разобрала других персонажей из обсуждаемой вселенной. То, что хотел! Ну и так далее. Мы вернемся на бал в тридевятое королевство после небольшой рекламы. Друзья, а хотите вернуться обратно в 2000-й, классическим игровым хитам, проверенным временем и миллионами игроков? Бесплатная Guardians of Ember, сочетающая в себе бодрое уничтожение монстрятиной в стиле хак-н-слэш. Социалка из MMORPG поможет вам это сделать. В вашем распоряжении 4 расы и 6 базовых классов. С выбором дополнительного класса после 15-го уровня. Причем ваши герои могут пользоваться любым оружием и носить любые доспехи. Более 300 навыков помогут вам создать билд вашей мечты. Прибавьте к этому продвинутую систему крафта, а также возможность постройки и обустройства своего дома. Еще вас ждут более 60 подземелий с разными уровнями сложности и PvP-арены. Игра выглядит очень приятно, а благодаря хорошей оптимизации ее потянет даже средний компьютер. Guardians of Ember бесплатно, а Смай еще и обзавелась русской локализацией. Все ссылочки будут в описании. Прежде чем начать свой рассказ, я бы хотел разъяснить, откуда у Огров, так сказать, растут ноги. То есть, чтобы получить более подробную информацию об этих существах, прежде всего стоит остановиться на фольклоре и мифологии. Ага, поверил, ну и бредятина. В них Огры это большие, мерзкие, похожие на людей создания, которые обожают питаться человеческой плотью, предпочитая в первую очередь поедать детей и подростков. А ты же не хочешь, чтобы я злился? Рычи. В поисках заветных деликатесов эти монстры могут опустошить несколько деревень, оставляя после себя лишь обглоданные кости и уничтоженные дома. Можно было разорвать всех жителей и напялить их головы на пики, а кишки выпустить из животов и сожрать без соли. Отличительной чертой всех Огров являются их размеры, по которым можно сразу понять, что стоящее перед вами существо не имеет к людям никакого отношения. Они намного крупнее и выше любого человека, имеют непропорционально большую голову, а также внушительное количество волос на теле и голове или же их полное отсутствие. Их кожа славится неестественным для нас с вами цветом, обычно синим или зеленым. А еще любой Огр обладает просто ненасытным аппетитом и невероятно силен в физическом плане. Убить их, к слову, тоже очень сложно, ведь они крайне живучи и устойчивы ко многим повреждениям. Обычно Огров изображают как очень тупых существ, однако встречаются и отдельные представители с высоким уровнем интеллекта, способные использовать магию и волшебные предметы. Очень часто Огров путают с троллями и обычными великанами, что выводит их из себя и приводит к большому количеству жертв. Связано это еще и с тем, что в фольклоре рост наших сегодняшних героев превышает человеческий минимум в два раза. А в мультфильмах про Шрека рост Огров снижен до боли, удобного для восприятия среди остальных персонажей людей. А силенок хватит? Кстати, в русской озвучке первых двух фильмов Огров почему-то переводили именно как троллей. Так ты... ты тролль? Поговаривают, что человека, отвечающего за локализацию, больше никто не видел. Ты тут не к месту. Обитают Огры не в горах, как, например, тролли, а обычно на болотах, где-нибудь поближе к деревням и небольшим городам. В качестве оружия чаще всего используется огромная дубина, что в совокупности с большой силой позволяет убивать любого человека одним ударом. Как видите, Огры из мультфильмов о Шреке похожи на своих собратьев из фольклора, хоть и имеют ряд упрощений. Сам же Шрек впервые появился на страницах детской книги, написанной еще в 1990 году Уильямом Стейгом. И надо сказать, что книжный вариант героя далек от анимационного. Тут он показан отвратительным и мерзким созданием, в котором нет абсолютно никаких положительных качеств. Книжного Шрека боятся не только люди, но даже животные и, что интересно, растения. Количеству разных способностей может позавидовать любой Огры с фольклора. Тут вам и возможность выдыхать огонь на более чем 90 метров. Пламя настолько мощное, что без труда плавит любой металл. А при попадании по магическим созданиям, например, драконам лишает их сознание на 24 часа. Пристальный взгляд злодея нагревает любой предмет. А зловонное дыхание делает местность, где он находится, непригодной для жизни людей. Иногда трескает тик-так, а то и спасти смердит. В книге, рассказанной про родителей Шрека, о которых я более подробно поговорю чуть позже. Стоит лишь сказать, что как только их сынишка достиг определенного возраста, мамка и папка решили, что ему пора жить отдельно. А потому, надавав ему знатных тумаков, прогнали прочь из дома. Дальнейшие события отчасти повторяются в мультфильме. Шрек при помощи осла находит принцессу. Они женятся и живут долго и ужасно счастливо. Теперь, мой друг, ты в полной жизни. Ну а теперь самое время поговорить об играх, показанных в мультфильмах. А я и не знал, что мы так можем. Как я уже сказал ранее, в анимационной франшизе эти существа имеют ряд отличий от своих аналогов из фольклора и книги. Самым главным изменением является, конечно же, питание. Шрек и другие представители его вида не едят людей. Однако глупые человеки все равно боятся зеленых гигантов. А связано это с тем, что жители деревень когда-то давно распустили слух о том, что все огры являются людоедами. А спустя время этот вымысел стал восприниматься за правду. И вот перед нами... Ну а что же они едят? Все очень просто. Любые встреченные на пути животные спокойно идут в их пищу. Я его забираю. Это мой сухой паек. Благодаря удивительной физиологии огры могут кушать практически все. Их желудки легко переваривают землю, дерево и даже гвозди. При этом, чем пища более вонючая и отвратительная на вид, тем желаннее она является. Прошу прощения. Я всегда говорю, что не нужно все держать в себе. Совокупность уникальной пищеварительной системы и необычных ингредиентов порой приводит к невероятным результатам. Например, смесь из мухоморов, болотного мха и запеканки из харькового сыра приводит к образованию разумных газов, прозванных брючными призраками. Такие создания имеют вредный характер диких огров и будут стараться при любом удобном случае пакостить окружающим. Уничтожить их практически невозможно, ведь единственное, к чему они уязвимы, так это к огню, при контакте с которым происходит мощный взрыв. Другим не менее смертоносным оружием огров является их зловонное дыхание и запах, исходящий от их тела. Эти ароматы с непривычки вполне способны вырубить взрослого человека на месте. Ууу, Шрек, ты довонял. Будь это я, ты бы сдох. Также отличительной особенностью всех зеленых является их ушная сера. Она универсальна и может быть использована для создания свечей, в качестве клея, средства для рисования и много как еще. Что интересно, почти все существа этого вида ничем не уступают людям в плане интеллекта, а часто даже превосходят. Огры предпочитают жить уединенной жизнью, обычно в окружении своей семьи, либо в полном одиночестве. Они стараются не привлекать к себе внимания, однако периодически отправляются в ближайшие деревни и пугают местных жителей забавы ради. В целом это довольно мирные и относительно добрые создания с озорным нравом, о которых у людей сложилось неправильное представление. Если зеленым гигантам начинает угрожать опасность, то они объединяются в большие группы, способные показать любой армии кузькину мать. Своим детям Огры относятся с большой любовью и заботой. Ты младенцев давно видела? Они только едят и какают и плачут, и плачут, пока какают, и какают, пока плачут. Многие годы они учат их всем необходимым навыкам, уделяя особое внимание выживанию и искусству запугивания людишек. Этот момент особенно хорошо заметен на примере нашего любимого Шрека. Когда у них с Фионой появилась стройня, к ним в гости завалились мама и папа главного героя. Сделали они это из-за давней традиции, согласно которой им нужно было проверить, правильно ли происходит воспитание внуков. То есть, грубо говоря, растят ли из них внушающих страхограф. Поначалу они стали наезжать на Шрека за его мягкий характер, чем вызвали гнев Фионы, благодаря которому стало понятно, что дети находятся в надежных руках. Ну, чем займемся? Как и в фольклоре, любой огрыз мультфильмов отличается сверхчеловеческой физической силой. Они без труда поднимают человека любой комплекции и могут запустить его на довольно приличное расстояние. Они могут выламывать деревянные двери, опрокидывать предметы массой в несколько сотен килограммов и даже держать взрослого дракона за хвост, не давая ему возможности улететь. Другой особенностью огров является их невероятная живучесть и выносливость. Они могут идти или даже бежать многие километры, не испытывая никакой усталости. Также они довольно легко переносят многочисленные физические травмы. Их почти невозможно сжечь, нельзя убить молнией, а высокий болевой порог и быстрая регенерация поврежденных участков позволяют им не обращать внимания на легкие раны от мечей и стрел. У каждого огра способность драться заложена на инстинктивном уровне. Даже нигде не обучаясь, они способны легко одолеть любого врага своими кулаками. А вооружившись каким-либо оружием, зеленые превращаются в еще более опасных противников. Каждый огра является мастером выживания. Они могут в совершенно любом месте построить себе дом из грязи и палок. А благодаря описанной ранее пищеварительной системе поиски еды не вызывают у них абсолютно никаких проблем. Все огры являются превосходными охотниками, поварами, строителями, да и в целом могут смастерить любое нужное устройство из подручных средств. Огры отличные стратегии и тактики, а также знатоки огурского фольклора и разных сказок. Подводя итог, можно сказать, что эти зеленые гиганты в мультфильме показаны довольно хорошими персонажами. Единственная проблема которых заключается в скверном характере и желании пугать окружающих. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и на мою группу ВКонтакте. Спасибо, и если вы увидели зеленое распухшее существо, не пугайтесь, это не огур. Это ваш друг после выпускного. Субтитры сделал DimaTorzok